Болгарки Болгарки У нас есть дополнительная рукоять, она просто пластиковая, крепится справа, либо же слева. Кожух металлический, крепится с помощью винта. Болгарка имеет регулировку оборотов, здесь у нас три скорости, ну и диск здесь 125. Далее у нас идет бош, то что синим пластик, то что черным обрезиненная часть. Обрезиненная рукоять, а также имеются боковые обрезиненные вставки. По весу весит больше 2 килограмма 107 грамм, вес аккумулятора 620 грамм. Рукоять крепится с двух сторон, она тоже просто пластиковая, кожух металлический, крепится на быстросъем. То есть благодаря этому быстросъему без каких-либо винтов в одно касание можно выставить вот этот кожух в любое положение. Регулировки оборотов нет, диск 125. Теперь диол, то что синим пластик, то что черным обрезиненная часть. Обрезинена полностью рукоять, а также верхняя часть инструмента. Вес болгарки 2 килограмма 200, вес аккумулятора 655 грамм. По поводу выключателя, он здесь достаточно интересный, включается за два положения, не как обычно, просто дернул вверх, здесь надо чуть-чуть вправо, а потом вверх. Отключается за одно положение. Болгарка у нас имеет регулировку оборотов, она здесь кстати механическая и регулируется в шести положениях. Есть дополнительная рукоять, она также пластиковая, но может фиксироваться в трех положениях. То есть справа слева, а также сверху инструмента. Кожух у нас металлический, крепится с помощью быстросъема, диск 125. Замыкает все это дело кат. В общем то, что черным, желтым пластик и также черным обрезиненная часть. Обрезинена полностью рукоять, верхняя часть инструмента, а также нижняя часть аккумулятора. Вес болгарки самый большой, 2 килограмма 13 грамм и аккумулятор весит больше всех, 684 грамма. Есть дополнительная рукоять, она крепится также в трех положениях, как и у Диолт, но только рукоять у нас полностью обрезиненная, виброгасящая и в рукояти крепится у нас ключ для снятия диска. Кнопка у кат достаточно интересная, она такая же, как на дорогих башах и, например, хилти. Здесь у нас здоровый лепесток, который включается нажатием, при этом здесь есть защита, чтобы ты ее ненароком просто так не нажал. Кожух у нас металлический, крепится с помощью быстросъема, диск 125 и регулировки оборотов здесь нет. По поводу совместимости батареи перед вашими глазами Диолт и кат. В общем, на первый взгляд батарея вообще не похожа, но если мы возьмем Диолт и воткнем ее в болгарку кат, то, внимание, болгарка начинает работать. Опять же, не до конца вставляется, но работает. Если мы сделаем наоборот, батарею кат воткнем в Диолт, она туда не втыкается и болгарка не работает. В общем, вот такой вот парадокс. При этом, в жизни, я думаю, это никому нахрен никогда не пригодится, потому что если бы можно было катовские батареи воткнуть в Диолт, это было бы намного полезнее, потому что у кат есть графеновые батареи, а чтобы кто-то пошел в магазин и для ката начал покупать Диолт, ну, не знаю, напишите в комментариях, кто так сделает. Опять же, может быть, Диолтовские батареи будут на чуть-чуть дешевле, там разница, по-моему, в 500 рублей. Стоит оно того или не стоит, опять же, пишите также в комментариях. Ну, и по простой меру туда подходят батареи от Макиды, то есть это то же самое. Теперь погнали по характеристикам, и первое у нас будет, это, конечно же, обороты. Больше всех оборотов нам традиционно обещает Bosch, 11 тысяч оборотов. А если взять прибор мини-тахометр, то на самом деле там окажется намного меньше, 8700. Далее у нас идет Диолт, обещает по паспорту 10500, а если взять прибор, то окажется на чуть-чуть меньше, 9700. Следующим у нас идет Кат, обещает 8500 по паспорту, а на самом деле меньше, 7600. И замыкает все это дело у нас простой мир. Обещает по паспорту 6800, а на самом деле их тоже меньше, 6480. Вспоминаем, Кат и Бош у нас односкоростные, а вот простой мир и Диолт имеют регулировку оборотов. Простой мир электронная, Диолт ручная. В общем, давайте посмотрим, какие обороты на других скоростях. Если мы берем, например, простой мир, самая минимальная скорость, по паспорту вообще ничего не написано, но по прибору это 3300. Будем считать это первой скоростью. Вторая это средняя, у нас здесь 5100. Ну и максимально уже измеряли 6480. Далее у нас идет Диолт. Здесь у нас по сути 6 скоростей. Самая мелкая, самая маленькая по паспорту первая скорость получается 3000 оборотов. Берем прибор, здесь также есть 3000 оборотов. Вторая скорость 4500, третья скорость 5900, четвертая скорость 7200, пятая скорость 8600 и максимальная 9700. Итоговая таблица по оборотам сейчас перед вашими глазами. Туда я добавил все аккумуляторные болгарки, которые на данный момент протестированы. Их набралось внимание аж 16 штук, достаточно много. То, что желтым, это те болгарки, которые мы сегодня тестируем. Далее есть столбец, щеточная, либо же бесщеточная. Потом максимальные обороты по паспорту, по прибору и погрешность в процентах. Далее минимальные обороты по паспорту, по прибору. За это испытание я буду выставлять баллы. Баллы выставляются следующим образом. Если обороты равны паспортным, либо же имеют погрешность в пределах 5%, то это 1 десятая балла. Если больше, то 0. Далее проверим емкость аккумуляторных батарей с помощью прибора iMax B6. С помощью этого прибора мы полностью зарядим батарею, а потом с одинаковым током будем разрешать. В общем, погнали. От самой мощной к самой слабой. Первое место у нас идет это простомер. Сейчас фотографию увидите. Что самое главное здесь нужно знать, это справа, снизу. Это количество миллиампер, которые мы смогли вытащить с батареи. Батареи у нас на 4000 миллиампер, а смогли мы вытащить 3997. Второе место это CAT. Батареи на 4000 миллиампера смогли вытащить 3893 миллиампера. Третье место BOSCH. Батареи на 4000 миллиампера смогли вытащить 3860. Ну и здесь у нас идет DIOLT. Опять же, фотографию увидите. Результата я не знаю, потому что на момент съемки я забыл заразу ее разрядить. Поэтому разряжаться она будет, пока я буду находиться в отпуске. В общем, сейчас видите эту цифру. Итоговая таблица по iMax сейчас перед вашими глазами. В общем, где находится DIOLT, я также еще не знаю. Но, например, если мы посмотрим на первое место, то самый лучший результат это у нас простомер. Здесь у нас два простомера. Один просто, а другой Макита. Смотрите, есть простомер с Макитовскими батареями, то есть аналогичными. Есть своя у них платформа. Своя платформа 20 вольт, Макитовская 21 вольт. Сегодня мы тестируем с аккумуляторами, подходящими к Маките. В общем, простомер у нас на втором месте получается. CAT на шестом и ниже них находится BOSCH. Самые худшие батареи у нас традиционный DECA Z-TREK. Цифры по прибору, это, конечно же, круто. Но как все это дело выглядит вживую? В общем, давайте попилим. Пилить будем квадрат со стороной 12. В общем, погнали. Первое место занимает DIOLT. На одном заряде батареи он смог сделать больше всех пилов. Это 51. После этого болгарка полностью разрядилась. Нагрелась болгарка до 45 градусов. Аккумуляторная батарея до 51. Второе место занимает у нас CAT. На одном заряде батареи он смог сделать 49 пилов. После этого болгарка также полностью разрядилась. Нагрелась болгарка меньше всех. До 32 градусов. Аккумуляторная батарея до 39. Третье место у нас простомер. В принципе, он также, как и CAT, сделал 49 пилов. И после этого также полностью разрядился. Нагрелась болгарка до 42 градусов. Аккумуляторная батарея также, как и CAT, 39 градусов. И последнее место у нас BOSCH. BOSCH на одном заряде батареи смог сделать 46 пилов. После этого болгарка полностью разрядилась. Нагрелась болгарка до 38 градусов Аккумуляторная батарея до 55 Итоговая таблица по пилению Сейчас перед вашими глазами Туда я добавил все 16 болгарок, которые мы на данный момент протестировали Что из этой таблицы мы видим? Желтым это то, что сегодня мы тестировали И опять же у нас здесь есть графы То, что мы например напилили Есть отдельная графа 1 Ач Для чего она сделана? У нас аккумуляторы разные У кого-то трешки, у кого-то четверки Чтобы все это дело уравнять, сделана отдельная графа 1 Ач Согласно этой графе идет ранжир И выставляются баллы По тому, что сегодня мы тестировали Очень сильно меня удивил Диолт Он на втором месте А первое место, кстати, у нас Хэнс Коннор Из того, что сегодня тестировали Все находится в первой половине таблицы Ну и баллы выставляются следующим образом Берем графу 1 Ач Делим на 10 и получаем итоговые баллы Теперь посмотрим, насколько болгарка мощная при шлифовке В общем, у меня есть интересный стенд Есть весы, к ним приделан кусок металла Далее берем болгарку Ставим диск для шлифовки Давим на болгарку в процессе работы И смотрим, на каких килограммах она становится Все достаточно просто Буду делать по 4 подхода Самый мощный у нас кат 7,2 килограмма Второе место БОШ 6,5 килограмма Простомер Третье место 4,9 килограмма Диолт 4,2 килограмма Итоговая таблица по шлифовке сейчас перед вашими глазами Туда добавлены все 16 болгарок Которые на данный момент протестированы В общем, желтым то, что сегодня тестируем Короче, смотрите Раньше лидером у нас был БОШ Сейчас лидер поменялся и стал КАТ Если говорить про Диолт Он находится в середине таблицы Баллы выставляются следующим образом Результат делится на 10 Ну и что хочу добавить По опыту, по ощущениям Если результат меньше 4 килограммов То такими болгарками при пилении Ты испытываешь дискомфорт То есть она Ей не хватает мощности Можно так сказать Далее проверим мощность болгарки при пилении В общем, для этого также есть стенд Стенд достаточно простой С одной стороны вешается болгарка С другой, противоположной Вешается у нас арматура Далее берем разнообразные веса И они тянут болгарку к арматуре Короче, с каким весом все это дело остановится Давайте смотреть С весом в 3 килограмма справили все 4 С весом в 4 килограмма справили все 4 болгарки С весом в 5 килограмм также справили все 6 килограмм 6 килограмм и хокилили все болгарки 7 килограмм справили все болгарки 8 килограмм также все справили На 9 килограмм у нас Помер простомер На 10 килограмм не осилил Бош, а также Диол 11 килограмм кат осилил 12 килограмм кат осилил 13 килограмм кат осилил 14 килограмм кат не выдержал и сдох Кстати, многие вспомнят, что в предыдущем ролике, где была болгарка кат, результаты были совершенно другие Все было совершенно другим по той причине, что делалось сравнение новой графеновой батареи против 8-амперной Сегодня у нас 4-амперные, то есть, ну, они вообще все отличаются Соответственно, тогда у нас пятнашку осилило без особых проблем И чтобы не увеличивать вес, я, короче, пошел по пути, что сделал потолще арматуру А здесь, именно в тестах болгарок, я стараюсь всегда тестировать на одинаковых батареях на четверках И с четверкой оказался он все равно лучше, чем тот же самый Бош Итоговая таблица по мощности припилений сейчас перед вашими глазами В общем, что здесь мы видим? Все 16 болгарок, желтым отмечены те болгарки, которые мы сегодня тестируем Все шелтые болгарки находятся с самого верха При этом кат у нас обновил лидерство, до этого у нас был Бош, сейчас кат Ну и очень сильно удивил, это, конечно же, Диолт Он сделал все то же самое, что и Бош, который стоит, как минимум, в два раза дороже Далее проверим звуковое давление, либо же по-простому, насколько болгарки шумные Тест достаточно простой, у нас есть прибор, шумомер, он будет стоять от болгарки на расстоянии в один метр Далее будем включать болгарку и смотреть, сколько децибел на приборе Самый шумный у нас кат, односкоростной 84 децибела Далее у нас идет простомер, то же самое, на максимальной скорости 84 децибела, на минимальной 75 децибел Далее у нас идет Бош, он односкоростной и имеет 83 децибела Диолт завершает на максимальных оборотах 83 децибела, на минимальных, так и как простомер 75 децибел Итоговая таблица по шуму сейчас перед вашими глазами Туда добавлены все 16 болгарок Что из этой таблицы мы видим? Что самые тихие болгарки в основном Щеточные варианты Сегодня то, что мы тестировали, находится в середине таблицы Самая худшая болгарка Это у нас дека, практически все ее вариации Многие из вас, наверное, замечали Что после работы перфоратором, либо же болгаркой У нас руки начинают пружинить Здесь все дело именно в вибрации У меня есть прибор-виброметр, давайте попробуем измерить Измерять будем три показания Это виброускорение, виброскорость, виброперемещение При этом, если посмотреть кучу разнообразных каналов Там, ну и даже вот По правилам, все измеряют с помощью щупа Но, что я заметил Чем больше ты давишь на щуп, тем больше показаний Опять же, нужно сделать какое-то одинаковое давление Но в основном, я смотрю, все просто давят рукой А создать одинаковое давление рукой У меня, по крайней мере, не получается И чтобы это было, на мой взгляд честно Я пошел совершенно другим путем В комплекте есть магнитный датчик Чтобы его закрепить, я взял пластину Примагнитил к ней этот магнитный датчик Он никуда не двигается, усилия всегда одинаковые А вот эту вот пластину я закрепил с помощью хомута Который закрутил динамометрической отверткой С одинаковым усилием Вообще, давайте смотреть, что у меня получилось Начнем мы с виброускорения Это основной параметр, который связан с самой причиной Либо же телом вибрации В общем, измеряется он, по-моему, метр разделить на секунду в квадрате Запредельные показатели негативно влияют на мягкие ткани Вплоть до разрушения Bosch 19 Простомер на минимальных оборотах Так же, как и Bosch 19 Максимальные обороты 27 Следующим идет кат 45 Диолт Минимальные обороты 14 Максимальные обороты больше всех 80 Виброскорость Как я понял, это длительность вибрации Либо же, насколько глубоко она проникает в мягкие ткани В общем, измеряется она сантиметр на секунду Простомер минимальные обороты 0.4 Максимальные обороты 0.83 Далее у нас идет кат 1.27 Потом у нас идет Bosch 1.35 Диолт завершает все это дело На минимальных оборотах 0.38 А вот на максимальных это капец 2.46 Виброперемещение достаточно просто Насколько все это дело двигается Измеряется в микрометрах Самое маленькое, это, конечно же, Bosch 20 Далее идет простомер на минимальных оборотах 8 На максимальных 25 Третье место идет Диолт На минимальных оборотах 14 На максимальных 28 А больше всех у кат 29 Итоговая таблица по вибрации сейчас перед вашими глазами Данное испытание ни на что не влияет За него баллы я выставлять не буду Данная таблица сделана для того, чтобы вы могли визуально сравнить Насколько отличаются по вибрации болгарки Опять же, привязаться, по сути, тоже не к чему Что из этой таблицы мы видим Что, например, Bosch и простомер Как были лидерами, так и остались При этом Bosch стоит до хрена А простомер стоит вообще прям дешево Сегодняшние испытуемые Кат и Диолт Ну, где-то в середине Теперь самое интересное Берем результаты всех испытаний Плюсуем и перед вашими глазами Итоговая таблица Что из этой таблицы мы видим Что первое место у нас сейчас Кат До этого был Бош Кат его сместил При этом по Диолту Все то же самое Я на данный момент не знаю, на каком он месте Потому что не знаю тестов по IMAX Но предчувствую, опять же, вангую Что это что-то около пятерки То есть где-то пятое место И, на мой взгляд, это тоже неплохой результат Раз, два, три Согласны вы с этой таблицей Либо же не согласны Пишите в комментариях Может быть, у вас есть какие-то идеи Что добавить, либо же убавить Опять же, вместе решим И в следующих таблицах Мы все это дело исправим Теперь осталось посмотреть, что находится внутри Начнем, как обычно, с аккумуляторных батарей Диолт, Бош, Кат, Простомер Что здесь хочется отметить Начнем, наверное, с самих банок Фотография Диолт Банки здесь, ДМЭК какой-то Ну, какой-то Китай Такие банки я никогда не встречал Но написано, здесь есть маркировка INR8650 Бош, стандарт там идет Саньо Далее у нас идет Кат Фотографии сейчас видите Ванжи топ Ну, тоже банки встречались Только в самом же Кат Такие же банки в двухамперных идут То есть, двухамперные батареи Там такой же бренд Фотография сейчас Простомера Здесь HH INR8650 Опять же, до этого тестировали ПИТ Там такие же банки стояли То есть, ну, стандарт Если говорить по платам Тоже фотографию видите Ну, даже вот сейчас Без фотографии Если мы видим Кат Здесь все завалено То есть, все компоненты закинуты Если мы берем, например Простомер Здесь все открыто Даже лаком не покрыли И, например Диолт Что-то сделано Что-то открыто Опять же Так же все это дело На фотографии видите Ну, и по этим я не знаю Стоит ли на это обращать Ну, здесь вот одни проводки Ни одной шины нету Здесь, например Все в шинах То есть, ни одного проводка Теперь сами болгарки Диолт Простомер Кат Бош В общем, смотрите По поводу двигла Если мы берем Самый мощный у нас в тестах Это у нас Кат И, например, простомер Ну, разница раза в два, наверное В сравнении с Бошем То есть, по толщине Это все примерно одинаково А вот По длине Разное С Диолтом Бош примерно похожее И Как это выглядит Вот, например Бошевская часть И Катовская То есть, достаточно большое Все здоровое За счет этого Я так понимаю Он помощнее Опять же По маркировке Ну, у Ката Есть какая-то маркировка Даже, например Я не помню, как он Ротор Статер называется У других Ничего особенного нет Поэтому смысла От этой маркировки Никакой нет Если говорить По подшипникам Ну Например, у Диолта Он побольше При этом У Диолта Есть Пыльник Внутри У Простомера Есть пыльник А, например У Каты Бош Нету этого пыльника На что это влияет Ну, напишите В комментариях Далее На что бы я бы Обратил внимание Что мне реально не понравилось Это то, как собран Ну, не то, что собран Как вот приварен У нас Двигло Короче Смотрите фотографию Ну, сварка По-моему Это вообще Прям ужас какой-то Я такое впервые вижу Ну, для примера Как это выглядит По сравнению Спростомер Здесь у нас Вся сварка Закрыта Термухой То есть Ничего открытого Нет и смотрится Более-менее прикольно Если мы берем Например Диол Здесь у нас Эта сварка Закрыта Не знаю Термоклеем Каким-то Но оно Смотрится нормально То есть Ничего не открыто У Бош Также присутствует Термоклей У Бош Кстати Еще есть Датчик Холла Чего нету У других Болгарок То есть Здесь Блин Это такая Ну Это единственное место Которое возникает С вопросами Такое ощущение Что я не знаю Какой-то студент Что ли это делал Практикант Ну Смотрится прям Дико Прям дичаешь Ты открываешь И такое Блевота Прям Опять же На работоспособность Особо не влияет Но Блин Оно прям Смотришь И понимаешь Что какая-то Хрень собачья Почему так сделано Вообще Вопросы Ну я не знаю У меня одни вопросы Как так вообще Получилось По поводу кнопок Ну не знаю Они все примерно Похожи У кого-то чуть побольше У кого-то поменьше По платам Есть интересная особенность Если мы берем Например Диолт У него плата Сверху располагается У всех остальных Плата располагается Снизу Опять же Если мы берем Простомер И например Диолт У них плата И есть сам радиатор То есть она металлическая Если мы берем Кат Например Бош Здесь у нас есть Отдельные радиаторы Фотография Бош Как выглядит радиатор И например Радиаторы Кат Они в несколько раз больше То есть здоровейшие радиаторы Редуктора Простомер Ну смазки Как скажет специалист Маловато Далее что мы видим у нас здесь косые шестерни и фиксация шестерни там идет с помощью гайки bosch шестерни у нас прямые и здесь я так понимаю шестерня запрессована кат шестерни у нас косые здесь шестерня крепится с помощью гайки и я думаю по поводу смазки специалист будет негодовать потому что слишком маловато диолт шестерни косые фиксация шестерни с помощью гайки и по смазке я думаю специалист будет прям очень доволен то есть везде прям смазали как он любит итоги выше увиденного а также мое мнение в комментарии напишите что вы думаете вообще о подобных тестах и чувствую будет много комментариев что блин ну конечно же кат занес продался отписка и тому подобное опять же для пробитых я не знаю тысячу раз уже говорил есть мини обзор есть сравнение мини обзор отличается от сравнения по сути только тем что в мини обзоре рассказывается про один инструмент нету таблиц по которым вы визуально можете сравнить инструмент лучше он либо же хуже относительно других в мини обзоре люди платят за то что просто один инструмент то есть делается обзор про инструмент но тесты которые там делаются все то же самое то есть после мини обзора всегда будет сравнение в котором вы всегда увидите он лучше либо же хуже далее если говорить про кат Данный инструмент уже мой Я его купил прошлым обзором Поэтому могу делать с этим инструментом все что я захочу Если тогда я не мог кинуть Сейчас я могу швырнуть и сказать кусок говна Блин достаточно нормально ударился В общем как то так Все это делается только для того чтобы поддержать канал Понимаете у меня нету Ни магазина опять же ни мастерской Мне никто ничего не дарит В основном я это покупаю либо же на средства канала Либо же на свои Вот как то так все устроено Если бы я хотел вас обмануть То я бы сделал как большинство топовых блогеров Если вы внимательно посмотрите то увидите следующее Они делают один обзор Рассказывают про один подшипник Еще какую то хрень Практически не работая инструментом И делая выводы знаете так Послюнявил с северо запад То есть они делают вывод по инструменту Не работаем а просто говорят что там хороший подшипник Вот как то так Теперь мое мнение В общем если говорить про кат Мне инструмент реально понравился Претензий никаких нет для своих цен Просто офигенно Если говорить про диол тоже достаточно неплохо При этом вспоминаем в прошлом ролике Мы тестировали зубр Зубр стоит примерно так же А даже чуть-чуть подороже Только зубр вообще никак не работает Просто не пилит ни хера Здесь инструменты работают И проблем никаких нет При этом если говорить про линейки Вот например современные инструменты Практически большинство имеют базовый набор То есть разнообразные пилы Несколько шуруповертов Перфоратор То есть купив например кат Либо же диолт Вы никогда не будете чувствовать себя ущербным Но надо понимать Если вам нужно гораздо больше То есть разнообразные инструменты То сравнивать кат например диолт С каким-нибудь бош И деволт это ну вообще глупо Потому что есть там такие инструменты Которых вы даже не слышали Если вам в жизни нужны разнообразные инструменты Они вам реально нужны в работе То покупать вот эти штуки Смысла никакого нет Это глупая идея Надо покупать именно тот бренд В котором есть инструменты которые нужны Но если вам нужно Немного вот базовые наборы Там перв, шурик и например пила То без проблем взяли и не паритесь Есть еще деятели Которые топят за ремонты За запчасти Опять же при покупке Чего-нибудь сложного Дорогого инструмента Либо же покупки машины Ну смысл в этом Есть какая там коробка Опять же подвеска Есть ли аналоги и тому подобное И в большинстве это случаев Интересно последующим владельцам Потому что первый ездит и не парится По инструменту на мой опять же взгляд Ну все совершенно по другому Все эти деятели Как они говорят Я могу рассказывать про инструмент Потому что я торгую инструментом И чиню этот инструмент То есть они рассказывают с позиции торгаша Я рассказываю с позиции человека Который работает инструментом Мне вообще посрать Какие там запчасти Сколько они стоят и тому подобное Мне главное Чтобы инструмент смог работать Опять же есть предел прочности И все это в тестах вы видите Опять же это моя позиция Я про нее рассказываю Но при этом показываю что внутри Почему такая позиция Ну, давайте представим, купили вы инструмент, начали делать квартиру, и херак у вас сломался перфоратор, что вы будете делать? Ну, что вы, пойдете в магазин, отдадите его в ремонт, вам скажут спасибо, сейчас мы его продиагностируем и потом починим, а дальше-то что? Дальше-то чего? Ты будешь говорить, они будут это говорить, ну, круто, у меня забрали инструмент, а дальше-то что, целый месяц ты чем будешь, пальцем крутить или как ты скажешь своим сотрудникам, идите вы домой, я вам пока бабки поплачу или не знаю, пойдите что-нибудь там, не знаю, отверткой покрутите, ты пойдешь и купишь новый перфоратор, так большинство из вас сделает, те, кто зарабатывает руками, и вам будет срать вообще, когда его там, его могут два месяца промурыжить и нихера не починить, ты же в это время будешь проставить, ты пойдешь и купишь новый перфоратор, и скорее всего другого бренда, чтобы понять, какой лучше, тот и останется, если починят, то это будет запасной, и возникает вопрос, что за херь, какие запчасти, вы к чему вообще это ведете? Я вот, например, даже вспоминаю, вот тот же самый Деволт и Милоки до сих пор из Америки гоняют, понимаете, из Америки везут, он стоит здесь дешевле, но вообще никакой гарантии нет, понимаешь, без гарантии приезжает инструмент, люди пользуются, радуются и все нравится. Ну, спросите у этих людей, важно ли им гарантия, понимаете, почему они не купили там Интерскол, например, который по идее стоит дешевле, чем Деволт, который приехал из Америки? Почему же они не взяли-то Интерскол? Может потому, что Интерскол не может дать того, что может дать Деволт, Милоки и тому подобное? В общем, как-то так, поэтому не ведитесь на эту шляпу, ну, честно, уже порой достало, какой там подшипник, какой там редуктор, досрать вообще, если он не может ни хера крутить, без разницы, какой там редуктор. В общем, как-то так наболело. В общем, на этом у меня сегодня все, если ролик оказался интересным, либо же полезным, отблагодарить достаточно просто. Лайк, репост, подписка, комментарий и тому подобные простые действия. В следующих роликах вас ждут еще интересные болгарки, это еще не все, будет еще несколько нормальных вариантов. В общем, дополнительные соцсети будут, как обычно, в описании. Спасибо за просмотр, до новых встреч!